Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новый крутой скрипт для RaceClicker. Чтобы его получить, для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А также, перед началом, убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень. Нажмите хотя бы на одну из этих реклам на сайте. Далее побудьте 10-15 секунд на этом сайте рекламном и можете выходить. Это сделано для того, чтобы сайт в дальнейшем развивался, продолжал работать. Обновлялся, выходили скрипты и так далее. Но, я думаю, вы поняли. Что нам нужно? Если у вас нет чита, заходим во вкладку Exploits. Ждем, пока загрузится. И выбираем любой чит из предложенных. Либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Star. Также Star используется без ключ-системы, а Splash используется с ключ-системой. Далее возвращаемся обратно во вкладку Home. И в поиске пишем Price Clicker. Нажимаем поиск. И сегодня в ролике буду показывать самый первый по счету скрипт. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И, как видите, все очень просто. Получается скрипт. И вы его просто копируете. Далее заходим в Roblox. Запускаем чит. Также, к сожалению, этот скрипт работает только на DLL от Kronell. К сожалению, на Vrdefs он не работает. А как вы знаете, Kronell используется с ключ-системой. Также в настройках не забудьте выбрать Kronell. Далее возвращаемся обратно. Нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжекнемся. Все отлично. У меня инжектор ушел. У вас инжек сразу не пройдет, потому что вам нужно сначала будет написать ключ. А вот в появившемся окошке там у вас будет ссылка. Вы эту ссылку копируете. Далее вставляете в поисковую строку браузера. Нажимаете поиск. Проходите капчу. Далее вас перекидывает на сайт. Вы ждете на том сайте 15 секунд. И опять заново эту ссылку в поисковую строку вставляете. Нажимаете поиск. Также проходите капчу. И так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас покажется ключ. Вы этот ключ копируете. Вставляете в окошко. Далее нажимаете Enter. И у вас получается заинжектица. Что нам нужно дальше? Вставляем скрипт в сам чит. И нажимаем кнопочку Exclude. Вот он появляется. Довольно простой скрипт. Всего лишь две функции. Автоклик и автовин. Получается, сейчас ждем, когда начнется. Игра. И сейчас покажу, как работают автоклики. Это сделано функция для того, чтобы, если вы замучились, допустим, автоматически получать победы. Просто включаете автокликер. Тем самым накапливаете скорость. И если хотите, можете сами пробежать, получается, весь маршрут. Ну, конечно, по времени это дольше займет. Все-таки удобнее и намного легче использовать функцию автовин. Сейчас, в принципе, покажу, как она работает. То есть, запоминаем, сколько у меня побед. 3 700. Включаем эту функцию. И смотрим, что будет происходить. И, как видите, буквально за несколько секунд я заработал, получается, 1200 побед. В принципе, довольно неплохо. К сожалению, победы больше идти не будут. Потому что вы, получается, за этот раунд, который, грубо говоря, начался, вы уже получили максимум побед. И следующие победы вы сможете получать только после того, как заново начнется следующая игра. То есть, нужно подождать время, которое вот здесь сверху написано. В течение этого времени начнется новый раунд. И после этого нового раунда вы сможете опять получить победы. Кстати, не знаю, как тут на спаунт пахнуться. Скорее всего, даже этой кнопки нету. Ну, давайте пробежим тогда. И откроем яйца. Посмотрим, какие питомцы мне выпадут. Так, чуть-чуть осталось пробежать. Кстати, я не знаю насчет того, как здесь получать больше побед. Возможно, нужны какие-то питомцы. Либо делать ребёрсты. Ну, блин, опять. Меня тпхнуло на этот бег. Как с него выйти? Давайте включим автовин. И выключим сразу. Короче, почему-то меня тпхает всегда на эту полосу. И мне приходится заново бегать. Короче, ладно. Значит, здесь есть ребёрсты. И получается, чтобы сделать первый ребёрст, нужно накопить 50 тысяч побед. Ну, кстати, это довольно много. Я бы даже сказал, очень много. Вот, насчет пэтов не знаю. Сейчас у меня вот такие пэты. Они, короче, дают скорость. Возможно, есть пэты, которые дают победы. Но не факт. Потому что я сам не знаю, не проверял. Но, если редкость у питомца большая, мне кажется, есть вероятность, что там всё-таки будут дополнительно к вам победы идти. Давайте попробуем тогда редкого питомца выбить. Не знаю, получится или нет. Открываем. Получается, 4 раза могу только открыть. Довольно мало, но будем надеяться, что выпадет хотя бы какой-то редкий. Пока что падает одна фигня. Так, ну-ка. Ну, видно, походу, не получится у меня выбить редкого питомца. Ну, ладно. В принципе, кто играет много в этот режим, я думаю, вы знаете, как что здесь работает. Насчет питомцев точно не знаю. Может быть, всё-таки редкие питомцы дают больше побед. Но это не точно. Ну, ладно. В принципе, скрипт я вам показал. Довольно прикольный скрипт. На этом буду заканчивать. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, повторюсь, что будет в описании. На этом всё. С вами, как всегда, Блэйзбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока. Продолжение следует...